Добрый день еще раз. Ну что ж, начинаем семинар по разработке iOS-приложений на Swift 4 уровень 2. Меня зовут Сергей Дунаев, я занимаюсь программированием с 9 лет. Более с 2012 года занимаюсь разработкой мобильных приложений. До этого я занимался программированием на Delphi. До Delphi был по скакам, база данных. Но с 2012 года начал заниматься мобильной разработкой, потому что сейчас эта тема очень актуальна, она продолжает развиваться. Поэтому я и перешел в мобильную разработку на iOS. Я фанат Apple, поэтому мне Swift ближе с Android не работаю. За прошедшее время, конечно же, есть опыт работы с различными технологиями. Но мы это сейчас обсуждать не будем. Давайте мы поговорим все же больше о курсе, чему вы сможете научиться на нем, что вы узнаете. Ну буквально пару слов о нашем центре. На сегодняшний день учебный центр специалист уже более 26 лет на рынке. Выпустил более миллиона выпускников. имеет 35 тысяч корпоративных клиентов, более 250 преподавателей и около 1000 курсов на сегодняшний день. Итак, собственно, о самом курсе. Речь уже идет о продвинутом уровне, поэтому здесь уже все же необходимы определенные предварительные требования. То есть вы уже знаете, что такое Swift, для чего он нужен. И если вы хотите уже идти на продвинутый уровень, то вам необходимо, естественно, знать не только основы Swift, но также еще и объектно-ориентированное программирование. Без ОООП здесь вообще никак. Также желательно пройти предыдущий уровень. Первый уровень. Если вы не программируете самостоятельно, не имеете опыт разработки в Swift, то, конечно, нужно тогда проходить сначала предыдущий уровень, потому что на нем вы знакомитесь с такими вещами, как протоколы, расширения, универсальные типы начинаем изучать. И также у нас на предыдущем уровне подробно, ну достаточно подробно разбираются такие элементы, как TableView и CollectionView. То есть это работа с таблицей и работа с относительно новым пользовательским элементом CollectionView, это коллекции. Но на самом деле уже несколько лет существует, поэтому уже нельзя сказать, что он прям новый. Но таблицы, они, конечно, отходят на задний план, потому что все-таки с CollectionView более интересные приложения получаются, более красивые. Ну и также очень важно понимание механизма делегирования и передачи данных между контроллами. Шаблон делегирования мы, на самом деле, начинаем изучать даже на курсе Swift объектно-ориентированное программирование. Но слушатели, как правило, с трудом понимают и на практике с ним знакомятся как раз-таки на первом уровне разработки мобильных приложений под iOS. И вот там как раз-таки мы признакомимся с TableView, с элементами с CollectionView и разбираем механизм делегирования. На нашем курсе, на продвинутом уровне, рассматриваются различные приложения с использованием графических эффектов, анимации. То есть если мы на первом уровне знакомимся просто с архитектурой приложения, с элементарными простыми приложениями, на базе таблицы делаем приложения, список дел, то на втором уровне мы уже начинаем знакомиться с анимацией, с графическими эффектами, чтобы вы могли делать какие-то уже такие презентабельные приложения и уже выкладывать их в App Store. На этом курсе разбирается элемент ScrollView, без которого не обходится, пожалуй, ни одно приложение, потому что когда вы делаете какое-то приложение, информация, которую вам нужно вывести на экран, она, как правило, не помещается на один экран, поэтому вам нужно делать скроллинг. Он вроде кажется простой такой, что вы даже не обращаете внимания, что у вас приложение скроллится, но на самом деле под капотом там очень много всего происходит интересного, и мы будем знакомиться со ScrollView, как с ним работать, как работают координаты в ScrollView, как обрабатывать события от пользователя. Далее мы познакомимся с датчиками, такими как акселерометр, гироскоп, работа с GPS, будем учиться определять свое местоположение, но, естественно, поработаем с картой, то есть мы не просто будем определять, мы еще будем отображать ту точку, где мы находимся, обязательно начнем работать с сетью, ну, такое начальное знакомство, то есть мы уже будем передавать какую-то информацию, обращаться к различным страничкам и получать оттуда какую-то информацию, потому что сейчас все приложения, они, конечно же, работают с сетью, и мало приложений, которые работают автономно, потому что все-таки периодически нужно делать какую-то подкачку, какую-то брать дополнительную информацию, поэтому мы и будем работать с сетью, учиться работать. Далее. Отдельный день выделяется у нас под базы данных, то есть мы целый день занимаемся только базами данных. Мы рассмотрим два типа базы данных, Firebase и CoreData, сейчас я поподробнее про них расскажу. Без базы данных нормальное приложение, ну, тоже, как бы, если речь идет о работе с сетью, то очень приятно, что вам также нужно будет и работать с базами данных. И мы продолжаем изучать, как правильно структурировать программу, как она должна правильно строиться, потому что это, ну, можно сказать, отдельное искусство, правильно разработать правильную архитектуру программы, чтобы потом ее легко можно было усовершенствовать, дорабатывать, добавлять что-то новое туда. Ну и сюда же, естественно, неотъемлемая часть – это проектирование классов, как их правильно проектировать, наследовать, ну, и так далее. Цель курса – расширить кругозор слушателей в разработке приложений. Если на предыдущем уровне мы начинаем только учиться создавать приложения, то здесь мы уже начинаем, как бы, расти, уже делать более сложные приложения. Дальше следующая цель – познакомить с разнообразными инструментами, библиотеками, а также с интеграцией сторонних разработок. Дать понимание о том, как создается приложение под Apple Watch. У нас тоже будет отдельный день, где мы будем говорить об Apple Watch, как они работают, как они коннектятся с iPhone, как передавать информацию в одну и в другую сторону. Ну и, естественно, начнем мы с интерфейсов, с построения интерфейсов Apple Watch, потому что он немножко иначе строится. Там похожие, конечно же, принципы, как при разработке приложений под iPhone, но они немножко отличаются. Если так просто сказать, то в Apple Watch интерфейс строится попроще, чем в приложениях под iPhone. Ну и цель еще одна – научить создавать мобильные приложения средней сложности. После окончания этого курса вы, в общем-то, будете уже готовы создавать более-менее нормальные приложения. Потому что, опять же, если сделать ссылку на предыдущий курс, то там это все же больше знакомства с разработкой приложений. Если после этого курса еще сложновато что-то такое сделать толковое, то здесь уже будет достаточно много материала разобрано, который вам поможет потом делать приложение. Теперь давайте мы разберем программу курса. С чего она состоит? По модулю. В первом модуле мы с вами разбираем ScrollView, как с ним работать, как обрабатывать события. Далее, работа с оборудованием. Сюда у нас входит работа с нашими датчиками, аксидрометром, GPS. Также мы обязательно познакомимся, как работать с Touch ID, с Face ID, со связкой ключей. Потому что тоже сейчас вы видите, что очень многие приложения, они используют и Touch ID, ну и, соответственно, Face ID, чтобы проще было заходить. И вся эта информация, она хранится в связке ключей. Поэтому эта тема, она требует отдельного рассмотрения. У нас будет с вами приложение, где мы, собственно, и сделаем вход в программу через Face ID или Touch ID, в зависимости от вашей модели iPhone. И всю секретную, скажем так, информацию будем сохранять в связке ключей. Также мы разберем, как работать в так называемом Cucopods. Это дополнительные пакеты, сторонние библиотеки, которые вы можете интегрировать в свою программу. Вы можете подключить в библиотеки сторонних разработчиков, чтобы не писать какие-то вещи заново. Можно просто взять и использовать готовый код. Эти библиотеки, они обновляются постоянно, поэтому мы тоже разберем, как их обновлять. С выходом нового релиза Xcode, с выходом нового релиза Swift. Библиотеки также у вас будут обновляться. Вам их нужно обновить внутри своей программы, подкачать новую версию. Все, чтобы автоматически обновилось, все зависимости. Ну и потом скомпилировать программу и заново видео опубликовать. Если вы ее выложили уже в App Store. В модуле «Работа с сетью» мы разберем одно простое приложение, которое помогает нам в разработке. В этом приложении вы можете создавать свои HTTP-запросы, настраивать их детально, ну и смотреть, какой вы получаете ответ от сервера. Ну и, соответственно, мы потом на основе имеющейся информации сделаем свое приложение, которое будет также посылать HTTP-запрос, получать ответ, ну как-то реагировать на то, что мы получили от сервера. Этот модуль, он очень полезный, потому что с помощью вот этих вот запросов вы можете работать с API Telegram, с Facebook. Многие сайты, например, которые предоставляют прогноз погоды, то же самое у них есть в своей точке API, через которые вы можете делать запросы и получать уже информацию о погоде, передавая, например, свое местоположение, где вы находитесь, отправлять на сайт с прогнозом погоды и получать уже затем ответ, какой прогноз, там на сегодняшний день, на несколько дней вперед, в том месте, где вы находитесь. Пятый модуль – анимация. Очень многие приложения используют анимацию, но анимацию, я, конечно, говорю, не та анимация, которая стандартная у нас используется, например, когда вы скролл делаете, крутите, отпускаете, а у вас скролл продолжает дальше крутиться, но это тоже своего рода анимация. Останавливается он замедлением, пружинки все. Это все стандартная анимация. Мы будем разбирать, как нам делать собственную анимацию. Разберем, как делать анимацию. Простой вариант с вьюшками, с представлениями, и потом разберем еще более сложную анимацию, как мы можем анимировать определенные свойства наших слоев. Ну и, соответственно, сделаем анимированные круги прогресса, когда вы выполняете какую-то задачу, и у вас круг заполняется. Эти вот известные круги на Apple Watch они используются. Вот мы будем делать анимацию таких кружков тоже. Разберем там подводные камни, которые у нас, которые попадаются, которые мешают нам сделать нашу анимацию, потому что есть стандартная анимация. Когда вы начинаете делать свою анимацию, стандартная анимация начинает перебивать, перекрывать вашу пользовательскую анимацию, и вот там тоже можно все это разрулить, закрыть стандартную анимацию, чтобы анимация ваших элементов работала так, как вам нужно, как вам хотелось. Шестой модуль. База дан. Я почему говорю, что у нас один день выделяется, потому что этот курс он идет, как правило, по выходным с 10 до 5 вечера, поэтому мы вот целиком целый день занимаемся. От базы данных у нас выделяется целый день, хотя этого очень мало, чтобы достаточно подробно изучить, но, по крайней мере, такое первое представление уже слушатели получают. База данных мы разбираем в Firebase и Core Data. Давайте по порядку разберем. Что такое Firebase? Firebase – это облачная база, это гугловская база. Чем она удобна? Она удобна тем, что вам не нужно описывать работу сетью, вы работаете как бы локально. И у вас программа уже сделана так, вот в библиотеке Firebase, что все происходит автоматически, если, например, происходит изменение в базе, в облаке другим пользователям, другим приложениям, то вы можете настроить свое приложение так, что у вас оно моментально будет реагировать и получать измененную информацию, которая изменилась там извне. И вот этот весь обмен с сервером, он происходит на автомате. Вот этим и удобна очень вот эта база Firebase, то, что вам не нужно описывать, изучать глубоко эти облачные технологии, у вас это будет работать сразу. Единственное, конечно, если вы захотите делать там более какие-то сложные уже приложения, ну, желательно бы еще изучить JavaScript, потому что некоторые вещи, их удобнее описывать на стороне сервера в Firebase, на JavaScript. Ну, вы можете на других языках писать, но просто под JavaScript написано много библиотек уже, и максимальную функциональность вы получите, используя JavaScript. На Swift, на серверной стороне, вы не так гибко и легко сможете писать код. Вот, поэтому Firebase, она, конечно, очень удобная, если вам необходимы какие-то такие вот приложения, где будет облачная база. CoreData. CoreData вообще на самом деле это не база данных, это библиотека, фреймворк, который вам помогает работать с базой SQLite. То есть сама база данных называется SQLite, а CoreData это фреймворк, который является прокладкой между вашим приложением и базой SQLite. Так вот, если вам необходимо создавать локальную базу внутри вашего приложения, то самое простое это взять CoreData и использовать уже фреймворк CoreData. У Apple есть облачная тоже база данных, называется CloudKit. вот, и там тоже есть точки API, чтобы могли работать приложения не только под iOS, но и под Android, может быть, десктопные какие-то приложения. Вот, ну, как-то вот Firebase, она, пожалуй, лучше поддерживается, лучше развивается, поэтому мы вот рассматриваем в части облачных баз Firebase, а локальная база, ну, конечно, CoreData. Модуль 7, Apple Watch. Это у нас будет тоже отдельный день для разбора приложений, как создается приложение под Apple Watch. Мы сделаем небольшое приложение, которое нам будет показывать прогноз погоды, разберем переходы из окна в окно на Apple Watch, как там делаются различные команды, кнопочки. Ну, то есть, все это мы будем смотреть на симуляторе, если у вас свои есть Apple Watch, то вы можете на них все это поставить и посмотреть, как это все будет работать вживую. Тема тоже достаточно такая большая, Apple Watch можно изучать гораздо больше, потому что в течение дня мы тоже сделаем такое знакомство, уже сделаем рабочее приложение, но еще можно несколько дней потратить, чтобы охватить более-менее целиком разработку приложений под Apple Watch. Ну, и в заключении курса мы поговорим о GitHub, это репозитории, в котором вы осуществляете контроль версий. Тема относительно простая, но актуальная для групповой разработки приложений. В общем-то, все крупные приложения, в них ведется контроль версий. В Xcode уже есть встроенный контроль версий, локальный, но если вы подключаете свою учетку в GitHub, то, соответственно, из Xcode вы спокойно можете пушить, выталкивать свои все изменения в GitHub и, соответственно, также потом их затягивать из GitHub, ну, либо, если вы локальные только версии будете пользоваться, контролью версий, то, соответственно, из локального репозитория можете прыгать по своим версиям. Вот такая вот, на мой взгляд, достаточно интересная программа курса. Курс идет у нас 5 выходных, 5 дней. Информации будет очень много. Такое достаточно интересное. После прохождения курса вы будете уметь использовать ScrollView. Мы достаточно хорошо его разберем в течение нашего курса. Далее. Работать с датчиками устройства TouchID, FaceID, с камерой, с акселерометром и так далее. Кстати, по поводу камеры мы научимся работать со стандартной библиотекой. фото, вытаскивать оттуда фотографии, видео брать. И также я покажу вам, как работать с фреймворком AW Foundation, как можно захватывать видео или фотографии из камеры. То есть мы сначала сделаем приложение, которое будет у нас пользоваться стандартным приложением фото, чтобы сделать фотографию или видео заснять. Но также вы можете еще и описать все это самостоятельно. Там, конечно, процесс на порядок сложнее получается. Но тоже нельзя сказать, что там суперсложно. Мы разберем схему, по которой у нас работает захват видео и звука. Создадим в приложении необходимые объекты и выведем камеру в нашем приложении. Также вы будете уметь работать с интернет-ресурсами. Опять же, почему я сказал про Telegram, потому что там активно используются боты. И на самом деле написать своего бота это достаточно просто. Там ничего сложного в этом нет. По такому же принципу работают и остальные мессенджеры. То есть вы можете получать информацию, отправлять информацию в остальные мессенджеры точно так же. Посмотреть, какие есть API-точки входа в соответствующих мессенджерах. И применив навыки, которые мы получим в модели работы с сетью, вы сможете работать с мессенджерами уже из своей программы. Дальше. Научитесь пользоваться готовыми решениями сторонних разработчиков. В этом модуле будем знакомиться с CocoaPods. Делать анимацию в своих приложениях. Работать с базами данных. Как я сказал, в Firebase и Core Data. Создавать приложения по Apple Watch. Ну, такие простенькие, но вы все-таки сможете что-то писать. Будете иметь представление о том, как строится приложение по Apple Watch. И научитесь использовать GitHub. Вместо в цепочке курсов. У нас изучение SWIFT начинается с курса SWIFT основы программирования. Самый первый курс. Второй курс идет уровень 2 объектно-ориентированное программирование. Он немного больше, чем первый курс. И на этих двух курсах мы охватываем полностью весь SWIFT. чтобы, конечно, начать с ним работать, нужно начинать писать приложения. И вот я всегда слушателям говорю, что первые два курса они будут немножко скучноваты, потому что мы не будем делать там приложения. А вот начиная с разработки приложений уровень 1 и 2 курсы становятся значительно интереснее, потому что там появляются живые приложения и на выходе они уже имеют несколько готовых приложений по окончанию этих курсов. Поэтому после объектно-ориентированного программирования у нас идет курс разработка приложений уровень 1 и тот курс, о котором мы сейчас говорим, это вот уровень 2 продвинутый уровень. Кому будет полезно пройти этот курс? Программистам, которые хотят расширить свои знания и навыки в разработке приложений под iOS, разработчики, знакомые с другими платформами, желающие программировать под iPhone, некоторые ставят себе цель, чтобы уметь писать приложения мобильные и под Android, и под iOS. Поэтому будет очень комфортно, если люди уже пишут под Android и хотят изучить разработку под iPhone, под iOS. Также веб-разработчикам, желающим познакомиться с платформой, студентам и школьникам старших классов. Swift, конечно, в школах не проходят, но это будет очень комфортный шаг для школьников, которые хотят стать программистами в будущем. Поэтому может быть они даже и свяжут свою жизнь с разработкой под iOS. Любой человек, желающий написать свое приложение для iOS. вот такая небольшая презентация нашего курса, что мы будем изучать на нем, ну, теперь какие у вас будут вопросы. сборщик мусора там предусмотрен в системе автоматически, вот эти объекты, которые не используются, которые там случайно остались непривязанными к ядру или к другим объектам, они как-то освобождаются в памяти, или надо самому программировать сборщик мусора. Да, в системе есть система ARC, автоматического подсчета ссылок. Вот, она по умолчанию уже включена, и когда вы делаете, создаете объекты, то эта система, она считает, сколько ссылок существует на созданный объект. Как счетчик ссылок равен нулю, то этот объект автоматически удаляется из памяти. Также вы можете управлять этими ссылками, вы можете их помечать особым образом, чтобы они не считались, чтобы они не учитывались в этой системе, чтобы не произошло там зацикливание. Цикл сильных ссылок называется, когда есть два класса, и они оба сплаваются друг на друга. Чтобы этого зацикливания не произошло, то тогда они особым образом помечаются, и тоже все это автоматически удаляется. То есть при желании, конечно, можно сделать так, что память будет, будет утечка памяти. Но если вы будете писать все грамотно, то у вас не будет утечки происходить. Зуборщик мусора есть, аэросе он называется. А второй вопрос. Вот эта вот память, жесткие диски, это видеопамять, это все ресурсы называются на свете как в iOS или macOS. Вы не знаете? Ну, ресурсы, да, также ресурсы. А не можно обращаться, там, выделять память, динамический массив. файл свои делается. Да, конечно, файлы, нет, нет, с файлами вы можете работать, есть там объект, есть класс файл менеджер, он так и называется, через него вы можете получить доступ к папкам, которые относятся к данному приложению, то есть вы там делаете, ну, как обычно это все происходит, а вот функции, которые именно выделяют динамический память, они там просто не нужны, там это все происходит автоматически, если мы на C писали там отдельно all-log, выделяли память, потом создавали объект, то здесь такого нету, когда вы делаете инициализацию нового экземпляра класса, у вас автоматически выделяется память под него, и он туда помещается. Ну, и то же самое с удалением, здесь нету там, как в C, есть free, освобождать память, там, диалог, здесь работает система автоматического подсчета ссылок, то есть если вы все правильно пишите, у вас автоматически все и так оно из памяти уйдет. А сколько память там для C, 4 терабайта где-то примерно, новые такие требования, которые сейчас в новых компьютерах, которые на процессе питания, примерно такая размерность память? Нет, что вы, вы берете какой-нибудь ноутбук, там, 13-го года, например, там может быть 256 гигабайт диск быть, оперативки там 8 гигабайт хватит, у меня на маке 16 стоит, но просто у меня летает, поэтому даже люди на 8 работают, вполне хватает, конечно, чем больше, тем лучше будет, но там нет таких жестких требований. А можете еще рассказать, модел view controller, что такое за парадигма? Или это очень сложно сейчас утверждиться? у вас есть опыт программирования? Программируете на чем-то? Ну вот я с этими новыми технологиями не знаком. Мы этот модель, на Pascal, на SmartToken, на SQL. Ну вот, то есть вы объектно-ритерное программирование знаете? Да. Там такая сложная архитектура, сначала модели, потом в юг ссылается сообщение, там на контроле выводятся данные. Смотрите, сейчас я вам покажу. То есть там как-то завязано какую-то структуру, которая автономно существует, чтобы иметь доступ к графическим вот этим примитивам. Ну, не совсем так, но сейчас я это объясню. Вот вот эта модель MVC, модель ViewController, это на самом деле теоретическая больше парадигма, потому что сами же Apple, они немножко нет и моделью пользуются. То есть это примитивный вариант. Какая идея вот этой модели MVC? У нас есть визуальная часть, то, что мы видим на экране, и у нас есть данные. есть модель данных. Контроллер, он отвечает за поведение. И контроллер, он связывает визуальную часть с моделью данных. Любое действие, ну, как правило, у нас в приложении происходит благодаря пользователю. То есть пользователь делает, совершает какое-то действие. Где у меня стрелочка? Вот. User Action происходит. View, это визуальная часть. Пользователь, например, нажимает на кнопку, к примеру, сообщение летит, ну, не сообщение летит, а обработчик этой кнопки, он сидит в контроллере. Что-то происходит. Например, необходимо обновить данные. Контроллер посылает команду, то есть просто выполняет какой-то метод в модели данных. Модель данных это может быть отдельный класс. и в модели данных у нас происходит изменение. Если не произошло никакой ошибки, это, грубо говоря, оповещение о том, что у нас данные изменились корректно и после этого контроллер обновляет View. Визуальное представление. Вот как работает модель MVC. Или же у вас модель данных меняется снаружи, другой контроллер меняет, скажем, модель данных, тогда модель данных должна уведомить контроллер о том, что произошли какие-то изменения и контроллер обновляет визуальную часть приложения. Когда вы начинаете писать приложение, я, честно говоря, по себе скажу, что когда я начал изучать Objective-C в 2012 году, естественно, началось это с модели MVC. И то, что я начал писать модель MVC, она очень сложно накладывалась на тот код, который писал, с книжки причем. Поэтому здесь, конечно, нужно, чтобы человек объяснил, как это все ложится. А в жизни вообще, на самом деле, используется вот такая схема. Даже не MVC, а MVM. Неправильный заголовок. У визуальной части и у модели у них свои отдельные контроллеры. То есть, когда у вас уже более-менее такое полноценное приложение, то все будет строиться вот таким вот образом. Есть контроллер, который общается с визуальной частью, а есть контроллер, который обеспечивает методы управления моделью данных. То есть, это все сводится к тому, что не нужно писать все в одной процедуре, пытаться из одной функции сделать все самостоятельно и обновить данные, и обновить внешний вид. Нет, у вас должны быть отдельные классы, которые отвечают каждый за свое пространство. И для модели данных, например, вы описываете пусть даже примитивные методы, но вы выносите это в отдельные методы вот в этом модели, в контроллере модели, модул контроллер, добавить новый объект, удалить объект, изменить, поменять их местами. Вот в этом модели контроллеров вы описываете вы описываете все методы, а вот эта модель это непосредственно уже пусть будет массив или база данных, не важно. То есть это то место, где просто хранятся данные. А вот этот контроллер модели соответственно с этим общается. И вот эти два контроллера вью контроллер и модул контроллер они общаются между собой. то есть неправильно, чтобы вью контроллер лез напрямую в модель данных. Ну или например модель контроллер называют там контроллер источника данных лез в визуальную часть. Они только оповещают друг друга, а уже непосредственно с моделью данных и с визуальной частью приложения работает соответствующий контроллер. Вот это views это наши элементы, которые находятся на экране. их много. А view контроллер это один класс экземпляр класса, который управляет им, обеспечивает их обновление и ловит интерактив от пользователя. Когда что-то пользователь нажимает view контроллер это ловит. Ну и соответственно если ему нужно произвести какие-то изменения, какие-то там изменения в данных у вас должен быть отдельный экземпляр класса. Это там будет как раз модул контроллер с какой-то дата соус источник данных. Вы вызываете у него соответствующий метод. Ну и если надо то обновляете визуально представление. То же самое в обратную сторону. Вот что-то за модель. То есть это они делают такой большой акцент на этом. Эта модель на самом деле не только в свифте используется, но здесь именно кроется основная архитектура построения приложений. На начальном этапе ее может быть тяжело понять. Это я вот по себе говорю, что когда я начинал это немножко было непонятно. Потом, когда у вас начинает приложение уже получаться более сложное, вот тогда приходит понимание, почему оно вот так строится. У нас на самом деле даже на первом уровне мы когда первое приложение делаем, мы очень примитивно сделаем, а второе приложение мы на первом уровне делаем с коллекцией, с collection там мы уже будем использовать вот эту модель вот естественно на первом даже на первом это слайд у меня с первого уровня на втором уровне там уже другие вещи разбираться а вот эти все это жизненный цикл состояние приложения переходы между состоянием жизненный цикл контроллера это все первый уровень еще на первом это все там еще разбирается еще вопросы а вот что такое framework foundation user interface я понимаю UI kit да user interface kit это стандартный фреймворк который без которого вы ну грубо говоря вообще никак не можете обойтись он вам обеспечивает в нем он как раз описывает все эти визуальные элементы которые мы видим на iPhone все там все вот эти классы просто описываются ну и вся работа с ним и вот как вы говорите там ходит релиз разные какие-то пузырки скроллеры вот это все там да что-то новое появилось но у вас выходит новый xcode новый свит новый UI kit с ним же идет и все а надо перекомпинировать старые версии подключать новый интерфейс то есть на программу записать нет вы открываете просто в новом xcode она вам предлагает сама конвертировать просто когда есть какие-то изменения методов она xcode он сам вам предложит поможет все это конвертировать он даже делает ничего просто согласитесь он сам пробежится он места покажет где нужно корректировать что-то если произошли изменения в свойствах методах и все ну и появляются управление версии другое управление версии это грубо говоря резервное копирование но только ну стес вы просто вот делайте резервное копирование там первого числа там пятого десятого и вот в любой момент можете прыгать по этим точкам что сейчас хочу вот эту копию получить посмотреть что там было потом их можно сводить воедино делать разные ветки это вот контроль версии это просто нет это гитхаб это облачная а в сходе он стандартный из контроль версии source control менюш можно сказать библиотеки это как онлайн же кукуапоц это не контроль кукуапоц это другое это расширение сторонних разработчиков сторонних да кукуапоц еще вопросы на вебинаре ни у кого вопросов нету вебинаре ни у кого нет а вы какие программы на этих курсах на ваших просто логические то есть открыть окошко нарисовать какой-то индикатор или у вас численные методы не численные методы структура данных и алгоритмы это уже потом потом да это это уже такой совсем будет продвинутый уровень но это потом уже нужно изучать после всего после всех этих четырех курсов у нас приложение там будут такие вот то есть приложение список дел как управлять своими делами создавать новое дело ставить галочку что выполнено выполнено потом следующее приложение мы делаем коллекция с парками у вас есть там различные парки научимся там тоже их анимировать всякие делать коллекцию вот эту отрисовывать как она себя ведет переходы между окнами там работа с базами данных тоже делаем там список дел только в базе данных вот такие вещи делаем а есть математические библиотеки сторонних либо встроенные написаны вот эти вот нампай типа tensorflow вот это вас интересует линейные алгебры какие-то численные расчеты знаете я просто на таких вещах я понял я на таких вещах не специализируюсь я думаю что есть уже написано потому что я как-то немножко машинным обучением занимаюсь я полез смотреть что есть на свифте уже уже много написано то есть готовые библиотеки можете брать а что касается там линейные аналгебры там анализы я думаю что я практически уверен что это все есть без проблем найдете бесплатные все эти библиотеки это я практически 100% даю что уже все есть потому что такие вещи актуальны они нужны так что это все написано просто вопрос реализации кто там как писал нет это без проблем найдете да это высокого уровня уже то есть в основном там сделан акцент что надо пользоваться строительным библиотеком да то есть скажем так C конечно же он более низкого уровня языка потому что Swift он предполагает что вы работаете уже с каким-то интерфейсом поэтому там не до низкого уровня ну а если сложные вычисления то уже обычно пользуются какими-то облачными сервисами тоже машинное обучение там же большие ресурсы требуются вы модель нейронной сети можете загонять куда-то в облачный сервис и сервера уже гораздо быстрее все расчеты сделают ну собственно как тот же Яндекс навигатор когда он маршрут прокладывает он же на сервер все отправляет на сервере маршрут прокладывается вам прилетает результат приложение Яндекс навигатор он не делает расчет маршрута он только всего лишь на все обеспечивает интерактив с пользователем а все расчеты все серверы вполне а на компьютерах он реализован какой-нибудь оператор свифта я думаю что нет но только на apple да ну в этом плане конечно такой немножко скажем так узковат что свифт он только для apple нужен если берем c-sharp то она кроссплатформенная то swift он только вот под apple а это open source software то есть бесплатная software уже да уже swift его открывают objective-c до свифта который был языком был не open source а swift он уже open source а что это вкратце в свифте как это реализовано там просто у меня могут скопировать все библиотеки исходные коды нет вы можете посмотреть библиотеки которые вы используете то есть например вы берете библиотеки куда сторонних разработчиков они все открыты вы заходите и можете править тот же firebase гугловский вы когда загружаете у вас все открыто вы залезаете и все править можете поправить ну смысла нету там в этом править но весь код доступен вы все можете увидеть как все реализовано а в свифте есть как в смолтоге примитивы которые нельзя модифицировать и которые недоступны для базы атомной функции является коммерческим секретом и мы не в курсе еще раз как что первое слово не слышал примитивы как в смолтоге там вот классы есть а они основаны примитивы которые закрыты для пользователей там это машинозависимый код или вы не знаете ну то есть он полностью я думаю что там есть или он все-таки зависит от конкретной машины или версии кондиционной системы то есть там мак мак про то есть вот эти тонкости которые как я говорил контроль версии вот это вот когда вот надо перекомпинировать немножко другой контроль версии контроль версии имеется ввиду я понял о чем вы говорили контроль версии это ваших версий а не версии самого свифта то есть вы свои версии делаете вот вот мы поняли друг друга теперь да контроля версии, которые именно с ВИСПа начинают обновляться, нет, это такого нет, контроль ваших версий, вы там первую версию, вторую сделали, потом вы ветку раздвоились, у вас там, например, один разработчик делает, там, одну часть приложения, другой разработчик, другую часть приложения делает, потом вы эти две ветки сводите, а, в свою очередь, они там тоже много точек сделали, много разных версий, ну, по мере того, как разрабатывать, потом вы все это сводите, воедино, у вас идет дальше основная ветка, где у вас уже все сошлось воедино. Вот это вот, контроль версии. Вот, по поводу вот такой зависимости, я думаю, что какие-то зависимости там наверняка есть, потому что примитивные типы, но они, конечно же, не открыты. Конечно же, они там внутри сидят, и наверняка арифметические операции примитивных типов, они делаются там на низком уровне, на уровне там команд процессора. Вот, и привязка к процессорам. Сейчас они, сейчас Apple там только на Intel идет, поэтому, наверное, все-таки есть. Но, в любом случае, вы их никуда не перенесете с Apple, поэтому, ну, чисто логически вытекает, что привязка есть. Спасибо, что пришли.